Лучшее мое решение это сделать стеклоблоки, пожертвовать частью кухни, но вечером здесь создается такая атмосфера. Обожаю, обожаю. Не смотрится шикарно, пойдем скорее смотреть, что ты придумала в санузле. Добрались с тобой до санузла и вот у меня прям вау по поводу него случился, потому что это панелька, а здесь прям роскошная комната, в которой тебе, пожалуйста, и ванная. И декор такой располагающий, прям комната получилась. Для меня принципиальным моментом было объединить санузел, поэтому я снесла стены, которые здесь были, и сделала вот такие стены из стеклоблоков. Получилось практически 5,5-6 квадратных метров, что для панельки, конечно, прям вау. Стеклоблоки сделаны на заказ, записка струйна, чтобы быть матовыми, и у них внутри металлический каркас, на котором они держатся. То есть это полноценные стены, они толстое стекло, и вообще сам стеклоблок, он примерно 8 сантиметров шириной, то есть приличную нагрузку он удерживает. Дверь держится. Да, но вокруг двери я не рискнула делать каркас из стеклоблоков, поэтому сделали из обычного блока, укрепили для коробки, деревянными брусьями, собственно, вставили сюда коробку, и по бокам стеклоблок. Отлично. Давай поговорим про хранение, потому что красиво получилось, классно, но жизнь заставляет нас складывать такие разные некрасивые вещи где-то в шкафчике. Я решила небольшую систему хранения сделать в зоне, где находится стояк. Мы прикрутили сюда несколько полочек, такая тоже открытая система, и в целом тут у меня хранится вся бытовая химия. Такие тряпочки мои. Еще зоной хранения я сделала место под ванной. Я сшила самостоятельно вот такой вот подзор. В Леруа продаются для карнизов такие тонкие штучки, и, в общем-то, вот это мне обошлось, ну, в районе, не знаю, рублей 700, наверное. Ну, и симпатичненько смотрится. Да, да, но при этом там вот у меня весы, какие-то кастрюльки, баночки, штуки для собаки, они хранятся. А еще откуда прекрасное зеркало, которое, в принципе, задает тон помещению, добавляет, знаешь, стеклоблоки, превращаются в какую-то тропическую страну с этим зеркалом сразу. Да, я очень люблю Бали, я была там уже несколько раз, и первый раз я была там больше 10 лет назад, то есть до массового помешательства. Когда это еще не было мейнстримом, да, мы тоже, кстати. Поэтому, когда я увидела это зеркало на Ляре Дуд, я поняла, что вот оно здесь прям жизненно необходимое. И дневной свет, и это зеркало, сделанное вручную, прям, да, его здесь не хватало. Прекрасно. К примеру, это зеркало со всеми скидками я купила за 6500 рублей. Прекрасно. Но при этом оно задает атмосферу, и, ну, такой есть вау-эффект, от него в восторге примерно все. А промокодом пользовалась? Ты же зритель канала. Конечно. Конечно, пользовалась. Отлично. Пользовалась. Поэтому, я говорю, со всеми скидками вышло прям практически в два раза дешевле, чем было изначально. Давай еще поговорим про стиральную машину. Опять же, жизнь, быт, и я вижу, что стиральная машина, но она с сушкой или без? Как ты справляешься? Нет. Стиральная машина сюда встроена, в кавычках, по принципу, как и встроена посудомоечная машина на кухне. Мы купили с мастером два мебельных щита. Один более толстый и более тонкий. Сделали из них вот такую конструкцию, куда, собственно, поставили стиральную машину, раковину. Я была очень ограничена по вариантам использования раковин. Не хотела ставить на стольную, потому что иначе было бы очень неудобно умываться. Я среднего роста. Ну вот, нашла вот такую вот раковину. Она небольшая в целом, удобная. Сушу вещи на раскладной сушилке. Она у меня хранится в шкафу. И мне это не напрягает. Это естественная бытовая потребность. Особенно, когда есть куда ее поставить идеально, конечно. Решение, о котором я немножко пожалела, это деревянная столешница рядом с раковиной. Меня об этом предупреждали, но я решила все равно сделать, как я захотела. Мы покрыли несколькими слоями лака, но все равно остаются следы после мытья рук. В ближайшее время ее нужно будет полностью зашкурить, снять слой. И хочу попробовать покрыть маслом с воском, ну или чем-то таким. Но сейчас ее состояние мне не нравится. А еще я знала, что белая затирка желтеет со временем. Но все равно на этапе выбора меня убедили, что именно эта белая затирка. Ну, 100% не пожелтеет. Ну, пожелтела. Я понимаю, что здесь использовать что-то, кроме белой, было бы, ну, прям странно. Но есть такой моментик. Поэтому, если есть возможность использовать не белую, а хотя бы там светло-серую, она не будет желтеть со временем. Поэтому, особенно на полу. Спасибо за отзыв, это всегда важно. Спасибо.